всем привет и рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня видео о рукодельной моей жизни готовых работ будет очень мало в основном покажу процесса много недовязыв и сейчас я с вами всем этим поделюсь чем я живу чем дышу так но с чего бы начать ну наверное давайте с наборов вот этих новогодних которые я собираю у меня на них сейчас поступает много заказов вот этот набор я вам уже показывала в предыдущем видео две птички 1 синичка 1 снегирь что здесь у нас дед мороз санта клаус снеговичок такой колокольчик я положила пингвинчик и почему я не отправляю все не могу вот решить как мне доделать барабан такая открыточка будет входить симпатичная коробочка что здесь набранный так пожелал заказчик именно вот такую комплектацию и что я придумала с барабаном так у меня есть набор природных материалов что входит коробочка хлопка палочка корицы шишки вот такой спил деревянный апельсины сушеные вот такие палочки я даже не знаю для чего они но это для рукодельницы понятно что и вот такие бантики из сезали или как называется рафия вот я думаю с чего мне сделать барабанные палочки или вот такие кривые вот отломите и немножечко тут потом наждачкой обработать или сделать из палочек пара палочек даже еще их не разъединила из них сделать вот не знаю как по толщине эти палочки и нужно ли их затонировать или пусть они будут деревянные вот такой натуральный цвет у меня когда сын ходил на барабаны в детстве музыкальную школу у него палочки были вот светлые именно вот такое натуральное дерево я думаю что не красным не надо их не красить никаким не зеленым не белым а пусть они наверное так деревянным и будут вот и как же я придумала их прикрепить это были бубенчики хочу сделать две палочки ну пусть представим что они будут короткие завязать их бантиком вот так перевязать это натуральное волокно как называется с головы вылетела типа из такой вот такого материала вяжут сумки и привязать вот такой колокольчик он конечно не очень звенит вот у меня тут набор 5 штучек сделать вот такую композицию значит две барабанные палочки вот сюда колокольчик привязать и потом уже приклеить на барабан вот как вы думаете кстати наверное толстые палочки как бы не поломать еще вот так их крест-накрест склеить может быть клеем бантиком перевязать и колокольчик и вот так сюда их прикрепить ну и конечно же у меня будет еще веревочка для подвеса из золотистой пряжи свяжу воздушные петли вот ну и приклею все на прозрачный клей у меня вот есть кристалл прозрачные есть универсальный кристально прозрачный секунда к этому барабану как вы смотрите на такую идею что вот собрать именно из этого и вот никак не могу отправить этот набор заказчику из-за барабана какой-то затык произошло и все тут вот эти палочки кривоватые может быть на улице нужно найти зубочистки мне кажется это очень как-то просто примитивно все-таки нужно палочки хотя может быть то что они кривые наоборот им придает это какой-то даже такая как вид ручная работа не знаю или эти но эти видно наверное будет что это от суши хотя вот у них заостренные кончики прям как у барабанных палочек почитаю ваши комментарии буду очень рада их получить и вот нужно мне доделать этот барабан так это что касается вот этого набора который у меня все никак в процессе не доделается вот такие колокольчики небольшие но они вот не звенят особо то гремят немножечко вот 100 рублей 5 штук это я покупала в магазине оффлайн для рукодельниц у нас воронеже он называется лавурелап магазин так чем я вчера занималась целый день лошадок я вам показывал но вот уже начала собирать наборчики и целый день вчера вязала вот этих пряничных человечков вроде бы кажется что они маленькие но времени на них требуется немало все равно тут приходится повозиться ручки вывязать отдельно но я их уже приноровилась я их не пришиваю а ввязываю сразу в процессе вязания игрушечки вот это глазурь также отдельно потом ее надо связать вышить прикрепить резиночку потом пришить головушки бантик также но все тут конечно на вид просто ну нужно приложить все равно стараний много как мы знаем из тонкой пряжи вязать намного сложнее чем из плюшевые дольше и пришивать такой тонкой пряжи тяжеловатого иголка входит туго ну ладно так снеговички у меня достаточно у меня есть они еще в запасе в моей коллекции новогодних игрушек так пока у меня пять наборов еще одну лошадку может быть нужно связать снеговичков у меня хватает сколько у меня тут их сейчас мне нужно повязать птичек это у меня план на сегодня связать хотя бы три птички нужно вот такие снегири и буду вязать грибочки все-таки если все сложные игрушки в наборе это удорожает процесс сейчас поговорим кстати о ценах как я думаю сколько будут стоить игрушечки и вот такие ангелочки я посчитала что обязательно в набор у меня будет входить человечек значит снеговик наверное извините прервалась так на чем я становилась ну что в набор у меня будут хоть вот такие ангелочки елочки вот такие елки вязать не очень долго поэтому они конечно же подешевле будут так домики ну и в каждый наборчик я положу по снежиночки их уже накрахмалила сколько тут у меня их 6 штучек так сейчас мне нужно связать сегодня по плану птички 3 птички мне нужно связать и хотя бы 3 грибочка постараюсь надо сейчас мне немножечко напрячься какой-то график нужно составить чтобы себя поторопливать и уже некогда оттягивать и нужно все вязать эти наборы так и для них я вчера купила наполнитель в эту коробку я положила сизаль сизалевое волокно под цвет вот такое я вам уже его показывала а вчера в магазине для кондитеров я купила так сейчас немножечко все уберу вот такой бумажный наполнитель белого цвета две упаковки упаковочку желтого но это уже для упаковки игрушек и он по качествам разный как видите эти короткие такие гофрированные а этот просто потоньше полосочки и прямые так но это не важно как и что я еще там купила в этом магазине вы мне часто спрашиваете в какие коробки я упаковываю игрушки так вот эти коробки сейчас я вам их покажу вот это коробки для капкейков от разных вот эти вкладыши я вынимаю они не нужны конечно же чтобы вставлять сюда пирожные всякие кексы сами коробочки мне очень даже подходит и вот эти коробки я еще купила для куколок давайте кто-то меня недавно спрашивал про размер это коробочки я сразу озвучу по длине такая коробка 25 по ширине 10 с половиной я когда-то уже говорил размер и высоту эта коробочка также ну так девять с половиной ну 10 примерно сантиметров вот они хорошо подходят для куколок с прозрачным окошком так сколько я купила 3 5 коробок до нашла вот такую коробку для упаковки не шутки так и сама не мерила ну да вот по длине хорошо и коробочка высокая сколько на высоту 10 сантиметров она немножечко пошире так и длину она почти как для куколки до 25 на немножечко пошире потому что мишка такой пузатенький и не хотела чтобы он теснился в маленькой коробочке вот но упаковку этого медвежонка я вам покажу в следующем видео здесь к нему еще жилеточка и шапочка меховая так ну что больше всего мне понравилось вчера магазин для кондитеров я купила две вот такие коробочки для тебя я еще даже не придумал что я буду сюда упаковывать здесь прозрачное окошко задняя стенка такая закрытая ну тут же зайчата как вы видите и поэтому решила купить эти коробочки для эксперимента тут также внутри не надо видно такой вкладыш для пирожного для капкейка и не знаю как называется сейчас современном мире эти все сладости вот но я конечно вытащу мне кажется вот для новогоднего елочного шарика на крахмалиного такая коробочка будет может быть какое-то сердечко объемное может быть какую-то птичку туда упаковать но не знаю еще может быть для чего-то пригодятся и подберу складная коробка под один капкейк для тебя 9 на 9 на 11 сантиметров вот такие коробочки что имейте ввиду если вы думаете как упаковывать свои изделия вот как вариант можно использовать и такую упаковку так про подарки я вам рассказала вот эти подарочные наборы показала что у меня работа кипит но у меня еще много процессов начатых сейчас я вам их покажу так этого зайчика я уже вам показывала видео но он у меня также не готов так как мне нужно сшить ему юбочку вот у меня осталось ткани на две юбки вот мне нужно ему скроить и еще одного такого зайчика я уже связала но не собрала голова готова готова два ушка так туловище две ножки и две ручки все все детальки у меня связаны осталось только собрать вышить носик щечки сделать какой этого зайчонка вот нежные и также шить ему юбочку так что вот у меня эти два зайчика скоро будут готовы с одной стороны конечно плохо что у меня нет готовых работ но с другой стороны потом это же только доделки быстро быстро и все у меня будет сразу оптом наготовлено на надея навязана так еще один зайчик у меня значит вот его ножки ручки все это у меня готовы вяжется голова так я ее не принесла но она у меня уже почти довязана и вот готовы для этого зайчика два ушка до хвостик вот этот к этому зайчику этот заяц связан по мастер-классу гризли мама этот зайчик португальского автора какого-то так это у меня из коллекции этот зайчик идет как олененок и вот этот лисенок также я его еще не доделала он у меня в процессе я вам покажу его надеюсь готового следующем видео здесь у меня осталось вышить носик спрятать все хвостики ниток пришить ушки тут прорези на шапочки это у меня будет лисенок авиатор вот я не стала пришивать ушки пока не связала шапочку сейчас мне нужно пометить в каком месте прихватить ушки вот и что еще штанишки связаны очень много здесь хвостиков ниток нужно это также выделить время и вот такой самолетик так вязала его из пряжи газа джинс цвет номер где у них пишет 1156 это такой приятный оранжевый цвет не ядерный и вот похожий цвет есть и у yarnart джинса вот они прям один в один этот номер я уже вам сейчас не скажу здесь есть в палитре и другой оранжевый но я хотела именно вот такого оттенка и в магазине у нас не было джинса я купила поэтому газа газа джинс а это ярко он немножечко потоньше мне все подошло и вот у меня вопрос почему опять же я не доделываю этого лисенка как быть с хвостом если я пришлю его к телу вот сюда то он будет мешаться штанишка в мастер-классе этот хвостик пришивается к штанам но так как я вижу целую серию игрушек вот олененок значит кто у меня зайчонок будет лисенок я думала чтобы эти одежда они все связаны на основе одного тела чтобы одежду можно было менять между игрушками если я пришью этот хвосту конечно же уже эти штаны нельзя будет надеть на зайцы или там на другую игрушку да я вот думаю что может быть какую-то кнопочку пришить и вот пристегивать на кнопочки к штанишкам а если снимать штаны то уже можно и сюда кнопочку пришить пристегивать к телу не знаю насколько это будет практично и эстетично привлекательно вот что вы мне скажете по этому поводу или уже пришить эти штаны вот хвост к штанам и голову не забивать пусть так эти штаны принадлежат только этому персонажу лисенку ну прикольно такая игрушка я вижу что получится но мне сразу понравилось вот этот лисенок авиатор это все снимается у него очки вот эти этот шлем также все съемные вот очень мне нравится а почему я также у меня каждый раз при происходит какой-то вот что-то меня останавливает вязала этому зайцу штаны но они получились такие громадные распускать конечно же я их не буду найду какую-нибудь другую игрушку уже жалко свой труд время потрачено на эти штанишки буду вязать этому зайчонку другую схему какую-то ну или расчет надо петель сделать ну из другой пряжи буду новые штаны вязать потратила на эти штаны все воскресенье но так их и не довязала так вот что меня касается текущих процессов видите ничего готового у меня нету как-то я распыляюсь на все и ничего не доделываю так коробки вам показала и вот какими еще новые покупки купила ваша них вот такую резинку блестящую она с таким металлизированным эффектом и как вы заметили я их это точно ручек прикрепляю к пряникам пряничным человечком мне кажется вязать эту цепочку это все время время мне кажется уже как-то хочется ускориться и вот поэтому и кстати вот эта резиночка и на сумку легко будет прикреплять вот раз и все там натянул как брелочек если кто-то будет использовать эту игрушку вот она недорогая здесь четыре с половиной метров но порядка 50-60 рублей стоимость такой резиночки камера у меня выключилась так как переполнена память купила еще два матка пряжи это у меня yarnart джинс я всегда приматываю кусочек пряжи чтобы обозначать цвет вот этот приятный бежевый этот цвет 87 буду вязать из него мишуток и зайчат вот этот теплый серый этот свет 49 но я уже вязала этих моточка вот как видите они уже начаты так и новенькая у меня это конечно же открыточки давно я их не покупала держалась как могла не удержалась и приобрела себе вот такие открытки кто-то в телеграм-канале в группе посоветовал ну конечно же как тут устоять это мое любимое такое занятие так с мешуткой с зайчиком такие неуютные ну прелестные открытки я их вкладываю в посылки но все все красивые какие-то прям ретро стиль такой такой фигурный край у них все разные повторов нет наверное да 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 все разные красота если вы подписаны на мой телеграм-канал то там мои подписчики оставляли ссылочку и вот по этой наводке я конечно не смогла удержаться и и заказала такие открытки прелестные пахнут еще вкусно полиграфии так ну и с приближением праздников время бежит неумолимо и хочу напомнить что у меня на канале есть много видео где мы вяжем с вами салфетки в том числе и вот эти новогодние давайте я напомню что вдруг если вы пропустили чтобы нашли их и если вам нравятся такие салфеточки также присоединились и связали вместе со мной вот такая звезда вы посмотрите какая красота мы там видео все подробно разбираем плейлист новый год как-то так называется мне кажется будет легко найти эта салфетка вяжется из мотивов провязываем 5 ромбиков потом соединяем и делаем обвязку но там видео мы все подробно с вами разбираем очень красивая салфетка так вот такие звездочки мне кажется и стол сервировать или просто квартиру украшать такими салфетками вот они у меня как наборчик из двух но цвета по-разному распределила и уже они вроде бы как разные но видно что из одной серии это набор 2 салфетки такие же вот синие белых тонах тоже по-разному расположены цветы цвета вот это тоже набор такая салфеточка они немножко отличаются по цвету и это мы с вами вязали тоже тут как елочки треугольнички напоминает по этой же схеме вот такая салфетка это все новогодние расцветки ну красно-зеленый белый понятно да вот этот блестящий из плотной пряжи и вязала с люрексом это как подставка может быть под елочку кто-то может быть елку ставит на тумбочку там или на стол и вот можно под елку постелить такую плотненькую чтобы и мебель не царапалась но и понаряднее будет выглядеть или вот такая маленькая это по одной схеме просто связано вот без каймы тоже вязали мы с вами вместе эти салфетки ну и конечно же вот это всеми любимая филейная салфетка елочка в телеграм-канале я опубликовала разные схемы точнее рисунки на этой елочке вывязан ангелочек в серединке но там есть разные узоры можно также найти эти схемы моим телеграм-канале ссылку оставлю в описании под этим видео на телеграм-канал если вы еще не подписаны и можно связать разные комплекты таких елочек можно сделать как гирлянду или на стол также вот для декора но как-то может быть на подушечку нашить но я думаю каждая мастерица найдет применение таким салфеткам но видео мы все подробно разбираем как вязать как прибавлять здесь расширен расширение как вот уменьшать там все подробно мы с вами вяжем и получаем такой прекрасный результат и эта салфетка также вот эти вот цветочки как снежинки не помню как называется но я думаю вы без труда найдете эту салфетку также у меня на канале вот лицевая сторона тут как снежная королева она но еще и связала и в таких вот холодных зимних оттенках поэтому она прям как ледяная такая красавица так наверное про цены на игрушки мы с вами поговорим в следующем видео потому что это видео и так получается очень длинном не хочу больше задерживать занимать ваше внимание так да и памяти в телефоне у меня не так много не знаю как я буду сохранять это видео на этом я буду с вами прощаться поставьте пожалуйста большой пальчик вверх если вам понравилось это видео если вы подчеркнули для себя что-то полезное интересное мне будет очень приятно и это помогает продвижению канала всего вам самого доброго вяжите с удовольствием всем ровных петелек и до новых встреч